Спонсором данного видео является сообщество по накрутке ресурсов в мире юрского периода. Здесь вы сможете приобрести все виды ресурсов по ценам ниже низких. Помимо стандартных ресурсов вы сможете повысить свой уровень в игре, а также приобрести кубки в сражениях за эксклюзивное животное. Ссылка на данное сообщество и на сообщество канала будет находиться в описании к видео. Всем приятного просмотра. Привет всем мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт. И перед тем как вы начнете меня ругать по поводу ресурсов и зачем я опять взломал, я вам кое-что объясню. Дело в том, чтобы снимать видео я как бы изначально хотел показать вам всех животных, но учитывая, что у меня девятый уровень и сейчас идет сражение, скажем так, за эксклюзивного горгозавра, которого потом возможно нигде не получить, пришлось, к сожалению, взломать игру. Сразу выражаю благодарность Алексею Малышеву за то, что он, собственно говоря, провел вот эти махинации в сражении за эксклюзивного горгозавра. Образно говоря, если кто-то захочет получить горгозавра, просто зайдете в сообщество, которое я, к сожалению, оставлю, как сказать, в этих... в ссылках группы канала под видео пока не оставлю. Ну это... многими причинами можно объяснить, но впрочем сейчас это не важно. Вот, значит, оставлю, и, образно говоря, всего лишь за 50 рублей вы сможете стать самым крутым в Лиге Доминатора, и никто не сможет вас обогнать, и вы спокойно дождетесь последних часов, последних минут даже, когда будет перед выдачей набора, и просто спокойно получите своего горгозавра. Ну, значит, что еще нового, значит, я заказал всех морских животных. Для чего? Чтобы, учитывая, вот, допустим, на этих старых, неизвестно, когда появятся турниры, а этих животных я вам показывать должен. А новых животных получил, ну, получается, случайно, когда просто открывались наборы с этими водоплавающими. Их, по сути, я мог сам выиграть, как, допустим, сам выиграл Ксифактина, но уж так пошло. Сегодня, значит, в серии я хочу вам показать три новых турнира, которые вышли, но перед этим давайте посмотрим, что за миссия. Хорошо, снимите блокировку с участка монорельса от центра для посетителей до туннеля в джунглях. Неполадки с освещением устранены. Понял. Жорт и уровень снят. Техники дают добро. Возвращаются на базу. Хорошо, раздайте что-нибудь посетителям, которые потеряли время. Скидки на сувениры или что-то такое. Мисс Деринг, ваш племянник Грейп попросил вас... Тьфу. Просил передать вам это. Скоро будем осматривать объекты строительства и здания. Я сейчас занята. В чем дело? Это рисунок тернозавра. Грейс спрашивал, когда вы с ним повидаетесь. Когда будет свободная минутка, то есть никогда. Зара, вы принесли распечатки? А, отлично, все выполнил уже. Сейчас получаем десятый уровень. Сегодня встречаемся с Оланом и Барри у ворот. А ты что, не пойдешь на экскурсию? Нет, ты иди, а я догоню. Хочу сам походить пофоткать. Но мы ведь должны были вместе пойти. Зак, блин. Эпизод 5 есть планы на вечер. Отлично, уже получил два здания, которые стоят 100 тысяч монет. Покупать не придется. Но, к сожалению, пока нет территорий, чтобы их, грубо говоря, строить. Так, сразу три миссии. Так, что это, что от нас хочешь? Здание с бонусом. Ну, это мне не особо надо. Так. Твой брат, значит, думает, он слишком крутой, чтобы пойти с экскурсии. Так. Ага. Зак делал фотографии динозавров для своей девчонки. Оуна, а у вас есть подружка? Ха-ха-ха, насмешил. Он холостяк по натуре. Я не уверен, что он помнит, как выглядит живая женщина. Вы двое, хватит языком трепать. Я пока не нашел свою даму сердца, и все тут. А вы знаете девушку, которая понравилась Боуну? Вообще-то, есть одна. Эй, парни, смотрите, какая уродская ящерица. Выложи ее в чаттербук. Что еще за название такое? Чаттербук. Так, ну и что еще, собственно, от нас хочет вот этот чувак? Барри, найдется минутка, и мне бы тебе на пару слов хочу кое-что тебе сказать. Я слушаю. Ты ведь умеешь обращаться с динозаврами. Даже у знаменитого палеонтолога доктора Фредерика Лепанта в Париже учился. Или Лепанта. Но при этом все, что ты делаешь у нас, это вывозишься с рапторами под руководством Оуна Греди. Я ведь прав? Оуна, мой хороший друг. К чему весь этот разговор? Потерпи минуту. Сперва давай найдем, где бы поговорить. Рашиди территорию парка будет выполнена. Лучший завод будет выполнен. Так, сейчас что я вам хочу показать. Значит, для того, чтобы провести махинации с турниром, пришлось улучшить диплодока и спинозавра до 10 уровня. Но все же давайте на них посмотрим. Вот, собственно говоря, наш диплодок. Сразу видно, что модель отличается от модели аргентинозавра. То есть они здесь не копипастом вставляются, как было в билдере. Ну, может, тело, конечно, и копипастом, но вот эти шипы различные и прочее, это все у каждого индивидуально. Что мне не нравится, что у диплодока слишком короткое тело, слишком оно такое широкое, и при этом слишком короткий хвост и шея. То есть он какой-то укороченный вариант. Хотя на самом деле он был удлиненный, более тощий. Ну да ладно, придираться я сильно не буду. Но просто мне лично, как человеку знакомому, как выглядели, грубо говоря, скелеты и внешний облик по картинкам, судя у вымерших животных, мне как-то режет глаза вот эта модель. Да, покормить я, к сожалению, не могу, но увидим потом, когда будем дальше прокачивать. Ну, значит, анимация одинаковая, то есть все они себя там чешут, что-то еще. Давайте посмотрим, как он это ластится, или как это назвать. Вот эта вот панелька мешает. Так. Давай, покричи на меня. Собственно говоря, вот такой у нас диплодок. Да. Так, следующий. Так, это у нас спинозавр. Ну, спинозавр, конечно, изумителен. То есть, в отличие от... Как его забыл уже? Майонгозавра. Этот динозавр выполнен согласно канонам. И то не совсем. То есть, спинозавр был еще более удлиненный, еще более длинный хвост, передние лапы были длиннее, но все-таки эта игра сделана по фильму. О фильме спинозавр выглядел примерно вот так. Так что придираться особо не легче. Ну, да, к сожалению, не могу показать, как он кушает, но давайте посмотрим, как он тут бесится. Все-таки очень красивое животное. Не зря он нравится многим подросткам и просто любителям динозавров. Есть за что любить, скажем так. Так, ну это мы видели, как он нюхает. Так, ну теперь давайте посмотрим, что он делает, когда на него нажимаешь. Ну да, поорал такой на меня. Ну, значит, что могу сказать про диплодока? Про диплодока я уже сказал, что, собственно говоря, он должен быть выполнен гораздо длиннее. То есть это какой-то корочный вариант. Надеюсь, я успел вставить картинку с диплодоком и со спинозавром, чтобы вы сравнили, о чем я говорю вообще, чтобы вы понимали хотя бы, о чем я говорю. Вот. Ну, диплодок где-то должен быть метров 30 длиной. Здесь он как минимум около 20, то есть еще 10 метров где-то потерялись. Спинозавр, ну, здесь, когда на него нажимаешь, он выглядит не таким здоровым, но когда заходишь в схватки и против спинозавра кого-то выставляешь, все динозавры кажутся мелкими. Поэтому, думаю, размеры здесь учтены. Так, ну, собственно говоря, можно... Давайте покажу вам еще одну новую амфибию. Это стегоцефал. Тоже очень добротная такая амфибия. По сути, стегоцефал это не только название животного, но и целая группа животных, стегоцефалов, которые имеют общие признаки. Ну, это животное, ну, это амфибия. Была около двух метров в длину. Здесь же она опять выглядит как пятиметровый крокодил какой-то. Слишком уж крупный, зубастый, слишком зубастый. Ну, как любят вот в этой игре все такое зубастое, клыкастое. Как палеон... Ну, я, конечно, не палеонтолог, но как человека знакомого с палеонтологией, меня вот режет это глаза, как человека, любящего эту игру, меня все устраивает. Особенно глаза как-то выполнят прямо вот для этой амфибии. Так, ну, давайте посмотрим, что он делает, когда на него нажимаешь. То есть он не переворачивается на бок, как лимнасцелис, и я ему чешу не пузико, а где-то вот в области шеи. Так, а теперь как ты кусаешься. Да, и он не шипит, как крокодил, он скорее рычит больше. Ну, давайте покормим до 10 уровня, что ли. Ну вот, он прокачан, если что, можно будет в битве его использовать. Так, и едем дальше. Это у нас Уан Лу. Юрский терапод такой. Чем-то напоминает дело фазару, но было гораздо меньше в размерах. Ну, и, собственно говоря, гребень у него был не двойной, а одинарный. Звуки раптора добавлены. Давайте немного увеличим. Увеличивай. Просто животное гораздо меньше, чем остальные, поэтому, чтобы детально рассмотреть, придется приблизить. К сожалению, тут это не очень круто выполнено. Я случайно на него нажал. Глазки зеленые у нас. Ну, выполнено, собственно говоря, нормально. Пёрышки есть, всё отлично. Зубы, морда, гребень. Всё шикарно, и придираться не к чему. Соотношение размеров тоже выполнено хорошо. Ну, движение и звуки, как у рапторов, поэтому долго я показывать вам тут не буду. За последующие видео, возможно, успеем ещё на него наглядеться. Тут где-то картинка должна выскочить. Я надеюсь, это всё я устрою. Так, что я хочу? Так. Вот это, да. Да. Собственно говоря, одинаковая анимация. Ну, давайте покормим. Я специально молчу на таких моментах, чтобы вы могли постичь всю суть, чего он там творит в этой клетке с животным, как он там рвёт его на куски. Ну, и... Шикарно, с первого раза. Вот у нас Гуэнгон 11 уровня. Я понимаю, что, возможно, у кого-то потерялся интерес к моим видео, из-за того, что я её взломал, но по-другому я вам не успею всё показать быстро, кратчайшие сроки. Я не собираюсь снимать эту игру как билдер почти целый год. Это не круто. Перед тем, как... Ну, хотя ладно, давайте нажмём миссию. Да брось ты. Ой, да брось. Ты мне специально не говоришь, с кем ты хочешь меня свести. Спокойно. Вон парень неплохой. Ну, не знаю, Барри. Последнее свидание вслепое у меня было в колледже, и оно не сдалось для парня. Будет весело, правда. Я выбрал местечко, где вы двое завтра встретитесь. Всё будет идеально. Вот, видишь. Купите разместящие... Тьфу, купите и разместите ещё один пидестал из янтаря. Очень хочется выполнить, но давайте для начала я покажу животных. Так, вот наш Гуэн-Лунушка. Теперь он у нас более ярко окрашен, и это его не портит. Серым он выглядел, скажем так, более достоверно. То есть, вряд ли. Вот он был так ярко окрашен. Всё-таки хищник. Надо как-то скрываться на фоне растительности, что ли, ландшафт. Но вот так его окрасив, они его не испортили. То есть, ну, довольно неплохо. В рябине он спрятаться смог бы без проблем вообще. Статистику. Вы смотрите на статистику, потому что я порой забываю её озвучивать, потому что я обычно привык, что в билдере на последнем уровне эволюции я озвучил статистику. Ну что ж, давайте покормим. Глазки до сих пор зелёные. Отлично. Опять же сможем использовать биты. Теперь он более мощный у нас. Так, так, так. И остался последний. Это Ютараптор. Ну, я вам его показывал. Собственно говоря, тут ничего. Давайте просто покормим и проэволюционируем. Ютараптор слишком подвижный. Он был около 6 метров, и мне кажется, хоть он и относился к Рапторам, но он не был настолько прям подвижным. Такой скачет, прыгает везде. Некоторые учёные оценивают вес Ютараптора в 700-800 килограмм. Вот вы представьте себе велоцараптора, который весит 800 кило. Это примерно в два раза больше, чем они были в фильме. И при этом он такой пипец подвижный. Это, по-моему, как-то странно. Так, теперь он у нас... Ну, скажем так, вот этот цвет, в отличие от Гуэн Луна, его как-то что-то с ним не то. Вот этот синий, мне кажется, всё с лишним. Он какой-то слишком радужный стал. Цвет глаз поменялся на более яркий. Точнее, не глаз, а вот этот белок. Да что ты орёшь, не даёшь ничего сказать вообще. Да, здесь его изуродовали уже на 11 уровне. Ну что ж, кормим. Ну, вот такой у нас Ютораптор. Смотрим тут статистику, все дела. Так, собственно говоря, с суши мы покончили. А теперь давайте посмотрим на... Что это? А, ну мне пока их некуда поместить. Так, теперь давайте на море посмотрим, что тут. Ксифоктин у нас есть. Ох ты, ох ты, ёх ты. Посмотрите на это. Сейчас я постараюсь куда-нибудь впихнуть картинку, чтобы не загораживала модель. Вот видите, здесь точка просмотра. Это очень глубокая пещера вообще. Просто глубочайшая. Огромная. Тут можно вообще всех пещерных поместить. Ну, к сожалению, нажатиями на эту рыбу я не получу от неё каких-либо действий. Она сама по себе плавает. После того, после просмотра, допустим, 30 секунд на неё вы смотрите, и она начинает сама плавать. Ксифоктин это меловая рыба. Её название переводится как рыба-бульдог из-за строения морды. Она была вроде костной рыбой. Насколько мне известно, достигала длины почти 6 метров. Даже 6 метров весила там тонну, может даже 2. То есть это была огромная рыба просто. Она глотала гесперорнисов, если кто знает. Это такие первые водоплавивающие птицы крупного размера. Они были 2 метра длиной, и ксифоктин просто их целиком заглатывал. Так что это, чёрт поделись, здоровенная рыбина. Ну, давайте посмотрим, как она... Как тут выполнен этот процесс питания или как это, скажем, кормления. Вот так выплывает рыбка. Тунец какой-то у нас. Ксифоктин, такого большого это. Так, у меня тут сосед явился. Так, ну, продолжаем кормить, да, 10 уровня получается. Так, ну, по сути напрягает то, что он первый раз захватил зубами, и как-то рыба ещё жива. Осталось это очень странно. Так он, наверное, пополам должен был разрубить. Так, ну, ладно. Теперь можно перейти в турнир. Ну, монетки не особо нужны, у неё и так много. В турнир перейти. Так. Что она сегодня ждёт? Вот, образно говоря, показываю, что для меня сделали, Алексей Малышев. Вот, пожалуйста, 12 тысяч. Мне сейчас даже, если кто-то захочет, всё равно не получится обогнать. Так, ну, хищненькие. Ну, давайте попробуем. У меня очень слабенькие, но, надеюсь, справимся. Такое. Так, ну, хищненькие. Так, ну, хищненькие. Точно победили. Так, ещё два раза осталось. Возможно, придётся вырезать, чтобы вам скучно не стало. Так. Здесь, кстати, обязательно хищниками сражаться, то есть не получится там мемфибий взять ещё кого-то. Вот, собственно. Ну, здесь всё равно ударю. А, вот так, да? Не круто. А, вот так. ЛИРИЧЕСЬ! Ну что, тьфу его уничтожили? Ну что, тьфу его уничтожили? Упс, уйдет. Даже не знаю. Везмем одну амфибию. Отлично. 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 Не страшно. Отлично. 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 отлично получаем редкий набор теперь морской морской к сожалению прийти не смогу всего лишь один ксифоктин у меня еще и преимущество не у меня поэтому выполнять турнир в честь пасхи будет легко уфибия не беру что слишком слабая будем так справляться а 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 1 еще и тараптер остался обратно обратно прокачивать его не хочется так ну и последнее это уже против летающего до пришли дальше у нас сильные травоядные что она выйдет все и а а а все на и и и и и так опять редкими еда лично днк я дай ну когда я взломал я не открывал очки то есть карты набора карт не открывал поэтому всех динозавр я буду получать ну по мере увлечения уровня то есть как и все вы то есть никаких глобальных перескоков у меня не будет так ну следующем видео пожалуй покажу вам еще двух новых животных которых нашлось место когда поместить это будет к цель кладу литер карнатауру теперь давайте сразимся еще за топиару так отлично топс трапезнат и спину последняя битва на сегодня и хватит так атакуем Уберем спину. Тоже атакуем. Страшно. Опять же поспойлерили нам стикоцевалу с первым уровнем эволюции. Не круто, ребята, выступает. Так, ну если он сейчас не страшно, да, всю энергию попримедирую. Последний. Ну, считайте, уже трудно. Максимальный урон. Чем больше атаки вы наносите, тем изменяется изображение атаки. То есть, своя анимация, грубо говоря, это очень интересно. Посмотрите. Отлично получили таппиеру. Ну или таппи жаркому как удобнее. То есть, у кого-то из этих в следующем видео не увидим. Увидим у тех, которые здесь есть в инкубаторе. Так, отлично. Сразу делаем заказ. Так, и на 15 уровне вас понял. Ну что ж, на этом все, что я хотел показать в данном видео. А, вот еще здесь можно прокачать. Даргентиназар, по сути, был вообще огромный. То есть, где-то метров 20 в высоту, 40 метров в длину. Здесь он, как и диплодок, слишком маленький. Но, по сравнению с ним, он хоть не таким толстым выглядит. Как-то все тут у него по пропорциям. Диплодок же вообще толстым выглядит. Шея очень тонкая у него. Ну, здесь Аргентиназар выглядит гораздо лучше. То есть, не уродит его этот окрас. Такой зеленый, с коричневыми и с желтыми пятнами. Выглядит довольно круто. Еще и бурюшка белая. То есть, довольно-таки хорошо. Так, ну давайте сразу до 20-го его улучшим. Ну и весело Аргентиназар по последним тоннам, где-то от 80 до 100 тонн. То есть, здесь он вообще должен быть просто огромен. Ну, он тут обычный такой, зауработан. Ну что ж, вот на этом теперь точно все, что я хотел вам показать. С вами был Дарт Сидио. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, хорошего настроения. Вступайте в группу канала. Увидимся, ну, с вами в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.